Вопрос. У нас возник спор по вопросу об уповании и совершении действий и использованию причин. Некоторые праведники уповали на Аллаха и полностью отдавали себя поклонению. Например, такова была Мария, которой были дарованы летние фрукты зимой и наоборот. Она не использовала средства добычи пропитания. Разъясните нам этот вопрос, пожалуйста, да не спошлет Аллах вам свою благодать. Хвала Аллаху! Упование на Аллаха включает в себя две составляющие. Первая из них – это полная уверенность в помощи Аллаха, вера в то, что Аллах создает причины для пропитания и прочее. Если он предопределил что-либо, это непременно исполнится. Воистину, он предопределил всех и вся, счел и записал это. Вторая заключает в том, что человек должен действовать причинам. Оставление действий не является упованием, напротив, упование, завершение действий, совершение причин. Человек, ничего не предпринимающий, поступает вопреки закону Аллаха и его предопределению. Всевышний Аллах приказал действовать, искать средства пропитания и прочее, и побуждал к этому. Таков был и приказ посланника его, да благословит его Аллах и приветствует. Поэтому верующему запрещено оставлять причины, оставлять поиски средств. Он не будет полностью уповающим на Аллаха, пока не будет искать причины и предпринимать действия. Для появления детей был узаконен брак, супружеские отношения. Если бы кто-нибудь сказал, что он не станет жениться, а будет ждать, что дети появятся без брака и половых отношений, то его бы посчитали сумасшедшим. Разумный человек так думать не будет. Поэтому пусть люди не сидят в домах и в мечетях, ожидая милостыню, и что пропитание само их найдет. Человек обязан предпринимать действия, работать, стараться добыть себе дозволенное пропитание. Марьям, да помилует ее Аллах, не оставляла причины, ведь Всевышний Аллах сказал Потряси на себя стволы пальмы, и на тебя посыплются свежие финики. Сура Марьям, аят 25. Она потрясла пальму, совершила причину того, что финики попадали на нее, она предпринимала действия. А то, что Аллах своей милостью даровал ей некоторые виды пищи, то это не указывает на то, что она не использовала причины. Она поклонялась Аллаху, предпринимала действия и причины. Если Всевышний Аллах даровал некоторым приближенным к нему верующим, а влия какие-то виды чудес, караматов, то это указывает на милость Аллаха по отношению к ним, но никак не на оставление действий и поиска причин для добычи пропитания. Сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Стремись к тому и добивайся того, что принесет тебе пользу. Проси у Аллаха о помощи и действуй. Всевышний Аллах сказал Тебе одному мы поклоняемся и к тебе одному вызываем о помощи.